Лекарства для льготников. Почему возникают проблемы ремонта строительства поликлиник и больниц? Что в планах колл-центра Единая служба 122? Есть ли эффект? На эти и другие вопросы готов ответить руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов. Телефон прямого эфира 761028. Я Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Здравствуйте, Станислав Сергеевич. Здравствуйте. Уже стала хорошая традиция, что вы у нас в студии. Спасибо, что пришли. Спасибо, что приглашаете. Давайте мы все-таки начнем нашу программу с сегодняшней ситуации с коронавирусом. Мы, надеюсь, придем к тому моменту, что будем обсуждать другие случаи, ситуации. Но вот сегодня будем о коронавирусе говорить. Что у нас в регионе? Ну, честно, на самом деле, очень хочется говорить обо всем другом, кроме коронавируса. Но пока ситуация такова, что приходится в первую очередь говорить о нем. Мы, к счастью, видим определенную тенденцию к снижению заболеваемости. Об этом говорят и цифры ежедневные заболевших, которые хоть чуть-чуть, но снижаются. И самое главное о той работе, которая происходит в наших медицинских учреждениях. Мы видим снижение числа больных, находящихся под наблюдением в поликлиниках с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня это чуть больше 12 тысяч человек. Неделю назад это было 15 с лишним тысяч человек. Но при этом стабильно, без роста, но и без снижения работает скорая помощь. И пока еще сохраняется положительный прирост по госпитализации. Поэтому пока вот мы очень осторожно обо всем говорим. Федеральные СМИ говорят о том, что Москва и Санкт-Петербург пик уже прошли. Когда мы пройдем? Ну вот я надеюсь, что пик мы все-таки уже прошли и идем вниз. Но пока цифры таковы, что очень-очень с осторожностью можно об этом говорить. Я надеюсь, что к следующей неделе мы все-таки уже с вот этой вершины сойдем. Давайте мы послушаем, посмотрим, что сказали главные врачи двух медучреждений, а потом продолжим. На сегодняшний день по наблюдениям в нашем поликлинике находится 2500 человек с подтвержденной ковидной инфекцией. Если мы будем сравнивать период прошлой недели, то это было 3000 человек. Сегодня мы видим некоторую тенденцию к снижению, но, конечно, расслабляться нам еще рано, всем и пациентам, и нам, врачам. Потому что, если мы будем сравнивать наши так называемые волны, то в четвертую волну под наблюдением у нас максимальное в пике количество людей находилось около 1000 человек. Сегодня это 2500. Поэтому сегодня говорить о том, что сегодня нет нагрузки на наше амбулаторное звено, ну это, наверное, не совсем правильно. Конечно, мы видим сегодня по обращению в наш инфекционный кабинет, если, опять же, мы будем сравнивать прошлую неделю, это было в среднем 350 человек, сейчас около 150. Конечно, у нас сократились вызовы, где-то, можно даже сказать, в половину, но и, конечно, по исследованию на ПЦР-исследовании в связи с новым постановлением главного государственного врача Российской Федерации, который вы знаете, что мы сегодня при подозрении на ковидную инфекцию берем только однократно ПЦР-тестирование, да, и если человек болеет более 70 дней, у него положительный исход, то тогда мы не повторяем данную процедуру. За последнее время в амбулаторном звене заболеваемость снижается, ну, по моим оценкам, примерно на треть по сравнению с предыдущими неделями, двумя. По стационару у нас пока снижения ощутимого мы не видим. По-прежнему у нас на утро 279 пациентов. Это не максимальная наша загрузка, но она близка к максимальной. И пациентов в день поступает, ну, около двух десятков. Пациенты средне тяжелые, бывают тяжелые. Вчера поступил пациент напрямую в реанимацию, поэтому сказать, что как-то существенным образом ситуация улучшается в стационарном звене с госпитализацией не могу. Все осложняется тем, что большая заболеваемость наших сотрудников, которые борются с ковидной инфекцией и в амбулаторном звене, и в стационарном с ковидной инфекцией. И сейчас есть отделение, где 60 пациентов, это примерно один наш этаж большого корпуса, вот этого пятиэтажного, обслуживает всего лишь два доктора. Заведующий доктор. Ну, вот такая у нас ситуация. Интервью с Александром Лилюхиным мы записывали вчера, то есть данные по состоянию на среду. А что у нас в больнице Семашко? Аналогичная ситуация? Да, примерно аналогичная ситуация не только в больнице имени Семашко, но во всех ковидных госпиталях, которые оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И мы вообще пока вот за последнюю неделю, я эти цифры сегодня приводил на штабе, видим, что госпитализация превышает выписку за неделю на 214 пациентов. Не ежедневно, а за неделю. Вот такой вот прирост. То есть пока мы идем с плюсом. Пока мы вот в этой части на плато или на снижение не вышли. У нас число людей, которые каждый день ложатся в стационар, больше, чем то, которое выписывается. При всем при этом, что отрадно, хотя я, конечно, всегда хотел бы, чтобы таких пациентов не было вовсе, число пациентов совсем тяжелых на аппаратах ИВЛ примерно остается на одних и тех же цифрах уже на протяжении трех недель. Но, так же, как и сказал Александр Анатольевич, все-таки пациентов тяжелых достаточно много тех, которые находятся, по крайней мере, на кислородной поддержке. У которых сопутствующие диагнозы наверняка тяжелые? Ну, конечно. В первую очередь новая коронавирусная инфекция поражает тех лиц, у которых есть сопутствующие сердечно-сосудистые, в первую очередь, с патологией сахарный диабет, возрастные пациенты, их количество все равно высоко. И, конечно же, мы продолжаем об этом постоянно говорить, те люди, которые не вакцинированы. У них подтвержденный омикрон или что? У тех людей, которые тяжело болеют. Мы тестируем всех пациентов на новую коронавирусную инфекцию. Тесты работают на все штаммы. А вот дальше вот это полное секвенирование, о котором идет речь, выполняет уже Роспотребнадзор в своих федеральных лабораториях. На всей территории Российской Федерации это так. Но при этом, как говорит уважаемый Александр Павлович Румянцев, уже порядка 90% тех тестов, которые они проверяют, это омикрон. А что с заболеваемостью детей в регионе? Заболеваемость детей, к счастью, остается на стабильном уровне. Детей болеет немало. В общей сложности это больше 600 человек, которые находятся в поликлиническом звене. И чуть больше 50 детей находятся в инфекционном госпитале на базе НКМЦ имени Круглой. При всем при этом, к счастью, один только ребенок находится в реанимации, не на ИВЛ. Но все-таки тяжелый, заслуживает внимания. Сегодня состоялось заседание штаба. Какие решения принимались и в отношении здравоохранения тоже? В первую очередь, это те традиционные решения, о которых мы всегда говорим. Все-таки Роспотребнадзор считает, что мы всегда должны существенное внимание уделять в наших подведомственных медицинских организациях, совместно с главными врачами, всем противоэпидемическим мероприятиям. И, конечно же, вновь прозвучала критика в наш адрес, что мы не все 100% пациентов, имеющих признаки ОРВИ, тестируем на новую коронавирусную инфекцию. Поэтому здесь мы будем дорабатывать совместно с нашими главными врачами. Согласен с этими замечаниями, мы, конечно, должны сделать так, чтобы 100% пациентов, имеющих проявление ОРВИ, были оттестированы на ковид. Напомните, сколько тестов сейчас в среднем делается в регионе? Может быть, в сутки, в неделю? Мы на сегодняшний день видим некоторое снижение объема тестирования. Оно логично связано с изменением в нормативно-правовых актах. Об этом сказал Павел Владимирович Сергеев, главный врач 2-й поликлиники, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова. 4 февраля изменило подходы к тестированиям, и теперь мы берем тесты только при выявлении у пациента ОРВИ или пневмонии. Повторное тестирование не проводится, поэтому, по сути дела, мы видим, что число тестов закономерно снизилось почти в два раза. Тем не менее, мы делаем до 400 тестирований на 100 тысяч населения в сутки. Вот эту тенденцию мы должны сохранить. На самом деле, с учетом, опять же, того, о чем я сказал, мы должны, наверное, еще чуть подрасти. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы говорили о новой системе выдачи больничных листов. Вот уже прошло две недели, собственно, система себя оправдала, и сумела ли она помочь разгрузить поликлиники? Вот, на самом деле, все те меры, которые были предприняты регионом в рамках решения оперативного штаба на уровне региона и потом на уровне тех решений, которые принимались на уровне правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора, они действительно помогли в существенной степени разгрузить врачей, по крайней мере, на приемах в поликлиники, потому что существенная доля пациентов переносит, к счастью, новую коронавирусную инфекцию сейчас достаточно легко. И здесь в большинстве случаев даже не требуется какого-то особого медикаментозного воздействия на организм, можно лечиться народными средствами, и болезнь проходит сама спустя 3-4-5 дней. Именно поэтому и есть решение о том, что если человек спустя 7 дней после начала заболевания чувствует себя здоровым, ему закрывается листок нетрудоспособности, и он даже без повторного тестирования возвращается к труду, ну или к своей обычной жизни после завершения карантинных мероприятий. И в том числе выдача листка нетрудоспособности дистанционно позволила нам тоже вот этот определенный поток пациентов в поликлинику уменьшить, потому что многие пациенты приходили только для того, чтобы получить лист нетрудоспособности. Их на самом деле уже несколько тысяч выдано, и мы эту работу будем продолжать. Срок в приказе Минздрава Российской Федерации установлен 15 марта, до которого эта процедура точно совершенно будет продлена. Ну, дальше покажет эпидситуация, как мы будем действовать. Тем не менее, здесь есть очень положительные вопросы, потому что действительно мы, ну, наверное, какие-то дистанционные методы работы с пациентами внедрять должны, потому что это облегчает жизнь в первую очередь самим пациентам. Но, безусловно, здесь не должно быть каких-то перегибов и заходов слишком далеко, потому что все-таки врач в первую очередь должен оценивать состояние пациента очно. А служба 122 как себя проявляет сейчас? Служба 122, на мой взгляд, очень востребована и хорошо работает. При этом мы, к счастью, по системе 122 тоже видим определенную тенденцию к снижению числа обращавшихся. Если в прошлый понедельник у нас было пиковое значение дозвонившихся более 3,5 тысяч людей, то потом, конечно, во вторник, в среду оно было чуть меньше. То в этот понедельник было чуть больше полутора тысяч, то есть больше, чем в два раза. За вчерашний день было чуть больше 500 дозвонившихся на службу 122. При этом есть ряд критериев, которые оценивает Министерство цифрового развития Российской Федерации. Один из критериев – это число пропущенных или утраченных звонков. Вот таких за последние дни буквально 3, 4, 5. То есть это говорит о том, что все звонки отрабатываются, по всем есть определенные решения. При этом должен отметить, что мы ввели помимо федеральных кнопок, так скажем, которые можно выбрать при наборе, еще и кнопку конфликтных ситуаций, где работает общественный совет при департаменте здравоохранения, которым тоже хочется сказать отдельное спасибо, потому что они работают по урегулированию этих конфликтов. А те конфликты, которые невозможно урегулировать, передаются мне, и я уже с главными врачами их решаю в индивидуальном режиме, для того, чтобы вся помощь дошла вовремя. Мы обязательно продолжим, а теперь первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Николаевна. Пожалуйста, я понимаю, что вы человек еще новый в нашем регионе, но хотелось бы услышать, почему в поликлиниках нашего города, в частности, в поликлинике номер 2 советского района, нельзя сдать дыхательный тест на хеликобактер, чтобы не делать гастроэндоскопию, в то время как во всех медицинских центрах его делают за немалые деньги. Пожалуйста, ответьте. Спасибо, Анатольевич. Спасибо большое, уважаемая Галина Николаевна, за ваш вопрос. Все дело в программе государственных гарантий и подпадании ряда исследований под бесплатное оказание медицинской помощи. Поэтому частные клиники многие вещи могут делать в рамках тех возможностей, которые у них есть. Мы можем тоже многие вещи делать, но на возмездной основе. А вот в рамках бесплатного оказания медицинской помощи этот метод не подпадает. Поэтому он и не делает, собственно говоря. Но с учетом того вопроса, который задала Галина Николаевна, и которые всегда звучат в эфире этой студии, мы еще дополнительно эти вещи проработаем, посмотрим, что тут можно сделать в рамках этого вопроса. Вернемся к службе 122. Вы сами поработали даже в ней какое-то время, несколько часов наверняка были на телефоне. Да, мне было очень интересно, на самом деле, послушать вот с этой стороны, находясь, то, что беспокоит жителей области, какие вопросы они задают, потому что, ну, пока не попробуешь что-то сам, очень трудно это оценивать. Люди не знали, что они общаются с главой департамента здравоохранения? Нет, не знали. И некоторым, на самом деле, потому что звонили коллеги, например, доктор из красной зоны, сказал то, что ей нужен дистанционный листок нетрудоспособности, помощь не нужна, она справляется сама. Но вот я, конечно же, ей сказал, с кем она разговаривает, потому что мне хотелось ей сказать спасибо за ту работу, которую она делает, пожелать ей скорейшего выздоровления, ну, чтобы уже тут-то было понятно. Да, поддержка тоже нужна. Ну, конечно, потому что, на самом деле, всем медикам, которые сейчас работают, хочется выразить слова признательности. Так же, как и всем тем, кто нам помогает, а таких людей огромное количество, это и не только волонтеры, это еще и водители автомобилей, которые предоставили администрации, это и все-все-все, на самом деле все, в том числе и вы, потому что вы освещаете этот процесс, и это тоже очень важно. Так вот, в рамках линии 122 мне удалось ответить на 45 звонков, это заняло несколько часов. На самом деле, мне очень понравилось работать, потому что люди звонили с совершенно позитивным настроем, они звонили за помощью, я обещал, что помощь придет, и что надо отметить очень важно, мы сейчас по поручению губернатора области Андрея Евгеньевича Колычкова наладили систему обратной связи, и ряд волонтеров-психологов, студентов колледжа звонят через сутки на те номера, которые звонили в службу 122, и спрашивают, дошла ли помощь, все ли в порядке, и каждый день есть несколько случаев, когда помощь не дошла, и мы эти вещи тоже отрабатываем в ручном режиме, для того, чтобы все эти огрехи, которые возникают, отработать и исправить. И вот сейчас очередной звонок телезрителя. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Бакина Валентина Николаевна. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот я больная с сахарным диабетом, и я вот с 30 декабря не могу во второй аптеке, это на Горького, получить лекарство, випидия. Вот сколько я никому уже звоню, они говорят, не получали. Вот у меня один рецепт лежит вот с 30 декабря, и за январь у меня лежит еще один рецепт. Вот скажите, как я могу получить это лекарство? Спасибо вам большое. Спасибо большое, уважаемая Валентина Николаевна. Начну с того, что извинюсь за ту ситуацию, которая есть, потому что это самое главное в этой ситуации. Мы должны все-таки всех пациентов, особенно с сахарным диабетом и с другими заболеваниями, которым положено льготное лекарственное обеспечение, конечно же, обеспечить препаратами. Но по ряду позиций есть, к сожалению, ряд моментов, когда либо торги занимают какое-то время, либо еще какие-то есть нюансы. Сейчас и деньги дополнительные, мы об этом не раз говорили, были выделены. Поэтому я думаю, что и Валентина Николаевна телефон останется в студии, и мы отработаем эту ситуацию отдельно. И вообще, на самом деле, ко мне в том числе в соцсети обращаются пациенты с подобными же ситуациями. Мы стараемся все эти вещи, ну, либо решить и закрыть вопрос, когда есть какие-то еще логистические вопросы. Если это не в логистике дело, а действительно в отсутствии препарата, то объяснить, по крайней мере, пациенту, когда его вопрос будет решен. А вот что касается помощи медицинским учреждениям, больницам, врачам, давайте мы послушаем мнение главного врача поликлиники номер 2, а потом продолжим обсуждение. Конечно. Огромное спасибо, хочу сказать, волонтерскому центру, нашим администрациям, Аровской областной администрации, за предоставление транспорта, который нам облегчает работу на выезды и высвобождает машины свободные для выездов, так называемые грязные выезды. И, конечно, волонтеры, которые нам помогают сегодня развозить нам лекарственные средства нашим оболонторным пациентам, что это тоже облегчает работу нашим врачам. Вот такое мнение, я думаю, с ним солидарны многие врачи, которым действительно была оказана помощь медучреждениям. Как взаимодействуете с волонтерскими организациями? И в чем сейчас нуждаются медучреждения? Может быть, какую-то посильную помощь могут волонтеры еще оказать? На самом деле, я повторюсь, действительно переоценить тот труд, который сейчас выполняют все волонтеры, очень трудно. И здесь много разных направлений. Это, конечно же, волонтеры, кто, условно говоря, записан в волонтерские движения, те, которые являются волонтерами по статусу, это студенты вузов и средних специальных учебных заведений на территории Орловщины, они выполняют очень много разных мероприятий. Это и, в том числе, работа на линии 122, и доставка лекарств, и работа в колл-центрах поликлиник, и поддержка пациентов, которые приходят в поликлиники. То есть здесь очень много направлений. Плюс ко всему хочу сказать, что есть еще огромное количество людей, которые стали волонтерами просто по зову сердца и души, которые выразили это желание в Инстаграм. Андрей Евгеньевич и Клычкова, губернатор области. А все эти вещи он передает мне. Мы дальше отдельно отрабатываем это с главными врачами поликлиник и медорганизацией, потому что здесь тоже нужно понимать, что люди работают, люди занимаются какими-то еще своими обычными делами, но при этом они готовы оказывать помощь в обеденный перерыв, вечером, в выходные дни. То есть вот эта колоссальная поддержка, она позволяет нам справляться с пандемией гораздо лучше. И, конечно же, это все видят и оценивают и сами медицинские работники, и те пациенты, которым помощь приходит в таком виде. И у нас звонок очередной. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Слушаем, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег Васильевич. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Меня на днях выписали из больницы имени Боткина с диагнозом коронавирусная инфекция плюс бусоронняя пневмония. Рекомендации пройти компьютерную томографию и сдать все анализы. Обратился в поликлинику МР-2, где мне сказали, что лаборатории на сегодняшний день закрыты, не работают, анализы не принимаются. И второе, что направление на компьютерную томографию мы не даем. У меня такой вопрос. Когда планируют открыть лабораторию в поликлиниках, чтобы амбулаторно можно было сдать анализы? И второй вопрос. Возможно ли получить направление с поликлиники в рамках обязательного медицинского страхования на компьютерную томографию и бюджетных? Большое спасибо. Спасибо вам большое. На самом деле, уважаемый Олег Васильевич, задал тот вопрос, который мы с вами наверняка должны были обсудить в ходе сегодняшнего эфира. Спасибо вам, уважаемый Олег Васильевич, за это. Первое. Сегодня в рамках заседания оперативного штаба мы проговорили вопрос по возвращению работы поликлиника, ну, пусть не в обычный совсем режим работы, но в тот, который был до настоящего подъема заболеваемости. Мы это сделаем с понедельника. То есть, на самом деле, нам остался один рабочий день и два выходных. Я здесь хочу подчеркнуть один момент. Он связан не только с противоэпидемическими мероприятиями, имеющиеся режим работы, но еще и с тем, что, к сожалению, очень большое количество врачей, специалистов, среднего медицинского персонала поликлиник, и не только медиков, но вообще всех тех, кто работает в поликлиниках, тоже, к сожалению, болеют. Или болели, и сейчас, к счастью, выздоравливают и выходят, возвращаются к труду. И это решение было в том числе продиктовано именно этим. Поэтому все эти вещи мы вернем с понедельника, а компьютерную томографию однозначно можно пройти в рамках программы обязательного медицинского страхования. Сейчас это тот вид помощи, который выделен в отдельную клинико-статистическую группу, и у каждого главного врача есть понимание того, как они это делают и какое количество пациентов они могут направить. Это количество не мало на самом деле. Его должно хватить на всех пациентов, которые в этом нуждаются. То есть в любой клинике можно, в частной? Частные клиники тоже принимают участие в данном направлении реализации программы государственных гарантий, и маршрутизация у главных врачей есть. Поэтому я не очень понимаю, почему Олегу Васильевичу так ответили. Ответ явно неправильный. Он меня не устраивает как руководитель департамента. Еще раз в ближайшее время с главными врачами на наших видеоконференц-связях, где мы совещаемся, ввиду того, что очность сейчас, к сожалению, пока нельзя, проговорим этот момент, потому что возможности для реализации этого механизма есть. Ну и по-прежнему, Орловчан, такой вопрос, что с операциями, с плановыми хирургическими операциями? Как быть, сколько ждать, когда? Ну вот по плановой помощи в стационаре ситуация чуть хуже. Связана она с тем, что мы очень большое количество коек сейчас продолжаем задействовать для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в том числе вот больницы имени Боткина, откуда Олег Васильевич только что выписался. Все-таки, как ни крути, это площади перепрофилированные. И если по, допустим, онкологическим заболеваниям онкодиспансер продолжает оказывать помощь в том объеме, в котором должен наказывать, ну, с исключением ряда противоэпидемических мероприятий, то, конечно же, больница Симашка полностью перепрофилирована под ковид. В областной клинической больнице часть отделений все равно перепрофилирована под ковид, и тоже часть помощи не оказывается, хотя это та больница, которая сейчас взяла на себя весь объем экстренной медицинской помощи. По районным больницам, в Амцентске постоянно мне задают вопрос, когда мы вернем детское отделение детям Амцентского района. И я тоже извиняюсь и говорю, что пока, вот давайте чуть подождем, сейчас снизится этот поток госпитализации, мы будем стараться вернуть максимально помощь в те виды, которые были до того, и, конечно же, сможем сделать все то, что не делаем уже почти два года. И еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Станислав Сергеевич, у меня такой вопрос. Я пришла в первую поликлинику, чтобы записаться к врачу на прием. Пришла я в 12 часов дня. Попросила на второй талон на следующий день после обеда. Девушка со мной очень вижливо поговорила, но сказала, к врачу запишу, за талоном приходите на следующий день, полвосьмого утра. Почему я не могла талон получить именно в тот день, когда я его просила быть у врача на следующий день, чтобы мне 10 раз не ходить за талоном, потом к врачу. Я инвалид второй группы. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы не спросили, к сожалению, как... Ну, у нас контакты остались, да. Да, на самом деле здесь в корне не согласен с тем, как себя повела поликлиника, потому что, конечно же, ну, трижды прийти для того, чтобы в итоге попасть к врачу, совершенно неправильно. И талон – вещь номинальная. Если человек записан в каком-то времени, ну, для чего уже талон? Поэтому совместно с главным врачом первой поликлиники Елена Михайловна Абрахина проработаем эти вещи. Я единственное, что хочу отметить, на сегодняшний день первая поликлиника у нас самая проблемная в плане очередности, потому что самое большое число специалистов там болеет. Но я тоже надеюсь, что вот к началу следующей недели специалисты уже должны поправиться и выйти. А вот эти вот технические моменты, конечно же, мы переработаем, потому что, ну, это на самом деле неправильно, так быть не должно. Ну вот что касается кадров, действительно, сейчас многие специалисты болеют, да и кадровый дефицит, к сожалению, всегда был в Орловском регионе. Студенты-медики, наверняка они также помогают, работают. А студенты-иностранцы, каким образом могут работать в наших медицинских клиниках? Вот прежде чем вы будете начнете отвечать на этот вопрос, я предлагаю посмотреть, послушать мнение и вопрос к вам, иностранного студента из Ирака. Хорошо. И потом мы вслывем. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад. Я из Ирака, я здесь учу на медике в городе Ореол. И я очень сильно люблю эту специальность. Мне очень рада быть в местах, где врачи работают, где помогают люди, где ухаживают за людьми, что лечить их, что все пациенты лечить. И мне нужно работать или как-нибудь просто практиковать там в больнице, что у меня еще была практика и еще, конечно, работа. Потому что мне очень нравится эта работа. И я просто приехал в Россию специально, чтобы быть врачом, чтобы быть хирургом. Можно ли работать? Ну, на самом деле, очень хорошо, что коллеги из других стран и учатся на Орловщине, и готовы здесь работать, и помогать, и оказывать помощь. Я начну все равно сначала. На самом деле, и студенты, и ординаторы медицинского вуза, медицинского института Орловского государственного университета очень активно работают, в том числе ординаторы уже и в красных зонах, а студенты старших курсов в качестве среднего медицинского персонала и в красных зонах, и в поликлиниках, и в обычных больницах. На самом деле, практика приема на работу иностранных студентов тоже есть. И первая детская поликлиника, насколько я знаю, двоих иностранных студентов на должность медицинских сестер, медицинских братьев приняла. Поэтому готовы рассмотреть... То есть не врачом, а средний медперсонал пока, да? Ну да, с учетом компетенции, студенты старших курсов медицинских вузов имеют право работать с средним медицинским персоналом, ну, соответственно, в любом месте, где требуется средний медицинский персонал. А у нас очередной звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Юля. Здравствуйте. Слушаем. У меня вот ребенок заболел коронавирусной инфекцией, очень была большая температура, приходил врач. У меня такой вопрос, какие-то лекарства нам бесплатно, какой вообще набор должен принести был врач? Такой вот вопрос. Спасибо. Спасибо вам большое. Хороший очень вопрос. На самом деле, постоянно возникают ряд вопросов, касающихся бесплатного обеспечения пациентов на амбулаторном этапе. В первую очередь, нужно понимать, что у пациента должен быть подтвержденная новая коронавирусная инфекция. Тогда пациент имеет право на обеспечение лекарств от новой коронавирусной инфекции. Что по взрослым, что по детям, есть методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, где указаны, какие препараты в каких случаях назначаются. При этом при легкой форме есть определенные схемы лечения, при средне-тяжелой, ну и тяжелые, это уже, безусловно, в стационарах, не только в поликлиниках. В любом случае, какие лекарственные препараты надо назначить пациенту, всегда принимает решение лечащий врач. Это первое и самое главное. То есть, никакого, скажем так, набора лекарственных препаратов, утвержденного его нет, потому что разным пациентам нужны разные лекарства. Плюс ко всему, еще и есть разница у взрослых и детей, потому что детям ряд тех препаратов, которые назначаются взрослым, однозначно противопоказаны. Это касается, например, фавипировира или кроворазжижающих препаратов, антикоагулянтов. Детям их вообще нельзя. Поэтому по детям в большинстве случаев это гриппферон капли в нос. Ну и если надо, отхаркивающие препараты или если вдруг новая коронавирусная инфекция зашла достаточно далеко, и у ребенка есть понимание и нужны антибиотики. Антибиотики при вирусных инфекциях нельзя назначать с первого дня категорически. И взрослым также. И взрослым точно также. Ну, на более поздних стадиях. Поэтому если ребенок переносит заболевание не тяжело, и он находится на дому, то это либо какие-то банальные народные средства, как мы всегда привыкли, да, обильное питье, чай с малиной, да, какие-то жаропонижающие, нурофен там или парацетамол. Кстати говоря, парацетамол входит в перечень тех препаратов, которые должны дать бесплатно. И гриппферон. Ну, соответственно, дальше все зависит от течения заболевания и все индивидуально. Ну, вот, к сожалению, мы уж так устроены, что при первых признаках заболевания мы уже начинаем усиленно лечиться. Ну, и антибиотиками, к сожалению, мы злоупотребляем. Ну, может быть, не все, некоторые из нас. Ну, не все. Да. Вот давайте мы еще раз поясним нашим телезрителям, мы уже сказали, что нельзя в первые дни заболеваний. Почему нельзя и какие последствия это может повлечь за собой? Нельзя, потому что вирусные заболевания не лечатся антибиотиками. У антибиотиков другая точка приложения. Это препараты против других совершенно возбудителей, не вирусов. Плюс ко всему у антибиотиков есть еще одна особенность. Антибиотики снижают иммунный ответ организма. То есть то, что в период борьбы организма с вирусом однозначно нельзя делать. Наоборот, нужно применять те препараты, которые стимулируют иммунитет. На самом деле противовирусных непосредственно препаратов, те, которые действуют на сам вирус, их вообще не существует. Вирус внутриклеточный паразит, и препарат в клетку не попадает. Поэтому применяются те препараты, которые вызывают повышенный иммунный ответ. То есть это вот тот набор препаратов, который, собственно, и назначается. Это или гриппферон, или орбидол. То есть те лекарства, которые способствуют улучшению иммунного ответа организма. И на самом деле здесь ничего нового нет. Мы эти препараты всегда и всю жизнь применяли, даже порой, к сожалению, и сами, когда болели острыми респираторными вирусными инфекциями. Просто сейчас нужно тоже понять, и об этом все говорят, что тот штамм, который сейчас доминирует на территории Российской Федерации и в Орловской области, он, к счастью, более чем в 90% случаев не вызывает тяжелого течения заболевания. И те методические рекомендации, которые выпустил Минздрав России, мы о них говорили с вами и ранее, они говорят о том, что начинать лечение можно даже без особых лекарственных препаратов. Самое главное, что нужно следить за своим состоянием, измерять температуру тела. Если есть пульсоксиметр, измерять оксигенацию кислорода в крови и смотреть за этими показателями. Если они не критичны, то есть оксигенация больше 95%, а температура ниже 38 градусов, то течение заболевания не тяжелое, и можно обходиться совершенно банальными средствами. Если температура выше 38 градусов, и особенно держится больше трех дней, плюс возникает чувство нехватки воздуха при нагрузке, то тут, конечно же, в обязательном порядке уже нужно обращаться к врачу и предпринимать те шаги, которые врач порекомендует. А у нас звонок. Слушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Это вам звонит Супрудненко Александр Григорьевич. Скажите, пожалуйста, вот почему, допустим, когда в больнице, если вот умер человек, мне пришлось сколько раз вот три родственника забирать, вот ставить диагноз, и мне говорят, что его обязательно надо делать, ну, как говорится, разрезать, натомировать. Вот если, как говорится, по телевизору уже смотрел Москву, что, говорят, это, если диагноз извечен, разрезать не обязательно, что человек может труп выдать просто, как говорится, если диагноз установлен, можно забрать. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Во-первых, конечно, хочется выразить слава соболезнований и поддержки, потому что человек потерял близких людей, это очень тяжело всегда на самом деле. В части того, что касается аутопсии, после того, когда человек умер в больнице, здесь есть тоже нормативная база определенная, и в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации все пациенты, которые скончались в условиях стационара, подлежат потолгоанатомическому вскрытию. Но есть ряд оговорок. Оговорки эти в первую очередь связаны, конечно же, с том, о чем уважаемый Александр Григорьевич сказал, когда диагноз совершенно ясен, есть момент, когда родственники могут выразить желание, опять же, в приказе написано, что оно должно быть основано на религиозных мотивах, когда они просят отдать своего родного человека без потолгоанатомического вскрытия. Но, опять же, тут главный врач учреждения может пойти навстречу пациенту, за исключением тоже ряда случаев. Во-первых, все те пациенты, которые умерли в стационаре в течение суток в обязательном порядке, подлежат потолгоанатомическому вскрытию. И в случае инфекционных заболеваний тоже все, к сожалению, вне зависимости от срока пребывания. Поэтому каждый главный врач прекрасно владеет этим приказом. И если такие вопросы, не дай бог, возникают, то родственники всегда могут обратиться к главному врачу, чтобы он дал им разъяснение, на этот счет может он тут пойти им навстречу, или, к сожалению, нет. Станислав Сергеевич, время нашей программы завершается. Хотелось бы с вами обсудить еще один вопрос в завершении, который касается оборудования больницы имени Боткина. А там завершился монтаж кислородного концентратора. В чем его необходимость? И появятся ли такие системы, приборы, столь нужные еще в регионе? На самом деле, тот концентратор, который сейчас завершает свой монтаж и пусконаладку в больнице имени Боткина, это очень замечательная вещь. И он очень нужен, потому что то потребление кислорода, которое есть сейчас в стационаре, достаточно высоко. И менять... Я был на кислородной станции больницы Боткина, то колоссальное количество баллонов, и тот труд тяжелый специалистов, которые эти баллоны постоянно переносят с места на место, отключают, подключают. Он очень тяжелый, и самое главное, что давление кислорода разное в момент отключения и подключения баллонов, как бы ни была выстроена система. Вот та станция, которая сейчас монтируется, она позволит решить все эти вопросы и, по сути, наполовину закрыть потребность больницы имени Боткина в кислороде. И на самом деле, мы в дальнейшем ждем весной этого года поставку второй такой же станции, которая полностью закроет потребность больницы имени Боткина в кислороде вот таком баллонном. То есть она продуцирует большое количество кислорода в минуту, более 500 литров, и это замечательно. Ну, это еще и экономия средств медицинского учреждения, которые можно потратить на другие цели. Такую же станцию мы еще ждем весной для поставки в Ливенскую центральную районную больницу. И у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Алексей Иванович. Слушаем вас. Здравствуйте. Я онкл больной и не могу получить укол за ВАДЭКС. У меня бы идут пропуски. А это чревато последствиями. Спасибо вам большое. Спасибо большое, уважаемый Алексей Иванович. Залидроновая кислота сейчас находится в закупке. Я думаю, что в ближайшее время она должна уже быть поставлена и будет незамедлительно направлена в наши медицинские организации для того, чтобы эти вопросы были закрыты. Ну вот и буквально-таки в последнюю минуту нашего эфира давайте о нацпроекте поговорим. Основные задачи на этот год, что запланировано и что нового в плане реализации национального проекта и какие средства выделены на здравоохранение региона в этом году. Средства выделены существенно. И плюс ко всему еще надо отметить, что модернизация первичного звена теперь тоже стала нацпроектом. У нас теперь 9 направлений национального проекта здравоохранения. И мы будем продолжать опять заниматься всеми задачами, которые стоят и по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по борьбе с онкологическими заболеваниями. Будем стараться привлечь жителей Орловщины к здоровому образу жизни. Это тоже подразделение национального проекта. Ну и, конечно же, будем стараться построить, отремонтировать, переоснастить, обучить и, самое главное, привлечь достаточно существенное количество специалистов для работы в новых помещениях, на новом оборудовании. И, в первую очередь, конечно, в первичном звене, потому что эта задача наша наипервейшая. Тут мы просто себя ответственность не снимаем. Вместе с высшими учебными заведениями должны этот вопрос решить. Давайте мы напомним, строительство медучреждений запланировано ли на этот год или на перспективу? И какие медицинские учреждения будут все-таки отремонтированы? По строительству должны завершить строительство детской поликлиники в городе Ливны. Это очень важное направление. А уже начало есть? Начало есть, но пока оно такое, там только котлован, насколько я понимаю, готов. И дальнейшие вещи сейчас доработаны уже проектно-сметная документация. Сейчас, как только погодные условия позволят, строители приступят к этой работе. Я, к сожалению, пока до сих пор не успел побывать в Ливенском районе, но должен в ближайшее время исправить этот свой недостаток. И очень важная стройка нами запланирована. Мы в этом году должны проработать проектно-сметную документацию совместно с Департаментом дорожного хозяйства, строительства, реализации программ в сфере строительства по зданию поликлиники номер один. Мы об этом тоже говорили. Да, говорили уже. И большое количество учреждений запланировано под капитальный ремонт как районных учреждений здравоохранения, поликлиник в первую очередь, так и поликлиник на территории областного центра. Спасибо вам большое, Станислав Сергеевич, за беседу. Вам спасибо большое. Ну и по традиции снова ждем вас в этой студии. Спасибо. Самое главное – здоровья жителям Орловщины. А в нашей студии был руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов. А я, Наталья Пехтерева, с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok